Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Ярославль – вот далеко не полный список городов, из которых приехали будущие хирурги, чтобы побороться за звание лучших. На открытии лапароскопических игр, которое прошло в пятницу 30 марта в РязГМУ, участников поприветствовала заместитель министра здравоохранения Рязанской области. Она пожелала удачи студентам-медикам и отметила огромное значение данных состязания для практического здравоохранения. Здесь молодые специалисты обмениваются передовым опытом, показывают свои навыки, поэтому проводится борьба на этих соревнованиях для того, чтобы найти новые подходы и новые методы для лечения больных. Лапароскопические игры пройдут в три этапа и продлятся два дня. В течение этого времени командам студентов предстоит выполнить задания различной степени сложности. Так, первым заданием начального этапа стало вязание интракорпоральных узлов при помощи лапароскопических инструментов. Первое испытание прошло достаточно напряженно, во-первых, потому что это было первое знакомство со стойками, которые были предоставлены университетом для проведения игр. Но я надеюсь, что оценено будет достаточно хорошо, потому что мы провели много тренировок, и я надеюсь, что это не прошло зря. Также в задание первого этапа вошло выполнение лапароскопической герниопластики, наложение узловых интракорпоральных швов и апендоктомии. Здесь мы видим имитацию, скажем так, полуоргана, заполненную жидкостью, и ребятам необходимо будет выполнить вмешательство, легировать, скажем так, определенную часть этой перчатки, не нарушив ее целостности, чтобы содержимое этого органа не вылилось, скажем так, в окружающее пространство. Оценивать выполнение заданий будет компетентное жюри, председателем которого стал доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии РИАСГМО Константин Пучков. В итоге в финал выйдет всего лишь три команды, которым предстоит выполнить настоящее лапароскопическое вмешательство на мини-пигах в операционный ветлаб. Это как раз говорит о многом, то есть о подготовке уже непосредственно хирургической. Понятно, мы не научимся за один день, это невозможно научиться за месяц, то есть люди готовились, люди занимались, это минимум год-полтора-два, они занимались своими руками. Потому что чтение книг – это одно, слушание лекции – это второе, работа у постели больного – это еще один фактор обучения, да, но если мы говорим о хирургии, тем более о малоинвазивной, продвинутой хирургии, то мануальные навыки – это основное. Победителем лапароскопических игр станет команда, набравшая максимальное количество баллов по сумме трех этапов. Напомним, в прошлом году первое место заняла команда РязГМУ. В этот раз они также настроены на победу. Настрой позитивный, только победа. В любом случае, каждая из участников лапароскопических игр получит неоценимый опыт, ну а победителей, помимо звания сильнейших, ждет еще и 100 тысяч рублей. Нам же остается пожелать удачи студентам-медикам в этих состязаниях и дальнейшей медицинской карьере. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».